Всем привет! Меня зовут Екатерина. Сегодня видео про Иву. Ива козья пендула на штамбе. Имеет плакучую форму кроны. Достаточно необычное и декоративное растение. Весной до распускания листьев ее украшают сережки-котики. Сейчас они имеют маленький размер, но со временем увеличиваются, удлиняются и имеют желтую опушку. Зрелище очень нежная и красивая. Эта Ива может быть разных форм, то есть на ваше усмотрение, как вы ее видите. Это может быть как форма стога, так и форма зонтика. И то и другое красиво, безусловно. А можно чередовать эти формы, так как Ива отличается большой скоростью роста. И из года в год ваш сад будет меняться, всегда будет разным. Что же я буду делать со своей красавицей? Дело в том, что посажена она в моем саду более шести лет назад. И первые годы я ее укрывала, так как все-таки она считается не совсем морозостойкой, даже в нашей пятой климатической зоне. Ну а уже вот сколько-то. Третья зима без укрытия выходит отлично. Я вижу, что зеленые побеги все здоровые. Хорошо перезимовала. Есть пару черных, сухих. Вот они видны, да, вот эти вот. Вот они, вот такие сухие черные побеги. Это все вымерзло. Это будем убирать. Но я, несмотря на многочисленные стрижки и обрезки каждую весну, в течение лета, посмотрите, как загустилась крона. Очень много. Я хочу ее сильно проредить, оставить практически костяк, а костяк будет вот из этих больших побегов, прутиков. Поэтому сейчас начну. Не знаю, что будет, но будет что-то очень интересное. Сколько стрижек необходимо проводить у ивы козьей? На самом деле это достаточно уходное растение. И прежде чем посадить себе в сад, имейте это в виду. Так как нужные стрижки крона загущается очень быстро. От этого ива может как клониться, так и ломаться, и даже обкрутить сама себя своими побегами и получить удушье. Я эти побеги вам обязательно покажу. Первая стрижка в начале нового сезона обязательно. Она омолаживает нашу иву и очищает ее крону. Проводится она преимущественно в начале весны, либо в конце зимы. Самые оптимальные сроки это февраль и до середины марта. В общем, до наступления сокодвижения. Вы это можете сами наблюдать. Да, появились котики, но почки еще не набухли и не тронулись в рост. Соответственно, обрезаем иву так, как нам надо. И не боимся, что она истечет своим соком. Это достаточно сложный и кропотливый процесс. Не делается за 5 минут. Иве я своей подарила полдня и продолжила делать работу на следующий даже день. Так как очень много сухих, тонких, сплетенных между собой побегов. Да, эта ива с зонтиком стриглась у меня кардинально лишь год назад. Соответственно, за предыдущий летний сезон она сильно запуталась, закустилась. Очень много замерзших, черных, сухих побегов оказались внутри кроны. Не только молодые приросты, однолетние или двухлетние, а побеги и постарше. Также ива требует второй обрезки за сезон. Это в середине лета. Называется она корректирующая обрезка. Где опять-таки мы смотрим и убираем лишние побеги изнутри кроны. Соответственно, тем самым ее освобождаем и не даем загуститься. Так она будет проветриваться, не будет болеть. И в дальнейшем проще уход. Следующая обрезка это такая просто расческа. Мимо проходя обрезать где-то торчащий, неровно и неподходящий в нашей форме побег. Сколько лет растет ива в моем саду, столько лет я и учусь ее стричь. И каждый раз все что-то новенькое. На этот раз будет кардинальная стрижка. Таким образом я планирую оставить лишь с десяток побегов. Да, это звучит жутко, но посмотрим, что получится в итоге. Но не коротких стрелок, а фонтанообразных. И она снова заиграет. Будет выглядеть по-новому, по-необычному. Вот такая у нас весна, друзья, которая принесла много работ. Но работы, конечно, приятные в саду, нужные. И вот как выглядит мой промежуточный итог. Для начала хочу обратить внимание на то, сколько все-таки нарезала побегов. Нет, не жалко, не жалею. Это все лишнее. И отягощало мою иву. Ей сложно уже было расти. И она стала оплетать себя. Да, это еще не конечный результат. Буду продолжать делать обрезку. Да, много котиков пришлось обрезать. Ну что ж, красота требует жертв. Надо было это делать рано или поздно. Но если бы я затянула еще так на пару неделек, то уже нужно было бы обрезать только сухие черные побеги. Вот, например, как вот эта вот замерзшая. Ну а сейчас я вырезаю и здоровые побеги. Я просто освобождаю, облегчаю крону, так скажем. И сразу хочу показать. Смотрите, в начале видео я сказала, что ива может оплести себя самостоятельно и задушить. Я уже много чего выпилила. Вот видите, да, какие столбики. Обратите внимание на этот побег. Он здесь сросся. И вот мы растем. Здесь было их много мелких. Внутрь шел побег. И вот он идет дальше. Он идет дальше, наверх кроны и там внизу опускается. Вы видите, что делается. Когда это образовалось, получилось, я даже не представляю. Делала обрезку такую сильную позапрошлой весной. Прошлой лишь немножечко укоротила. Буквально убрала два побега. Ну, два-три. А сейчас вот вы видите, что произошло. Аналогично и здесь. Побеги. Почечки смотрели вверх и они пошли. Через всю крону в другую сторону. И здесь вот один на одном побег лежит, давит друг друга. И она клонится в сторону. Мы вот увеличивали опору, меняли, натягивали, так как она уж лежала. Здесь много еще предстоит обрезки, но я обрезаю фонтанообразных. Что это такое? Вот идет побег. И я вырезаю все побеги, которые шли внутрь. Они многочисленные. С одного там шли десятки. Вот, соответственно, нижний убрала, нижний убрала. И еще раз нижний убрала. И получается вот такая красота. Кстати, вот это тоже необходимо убрать. Должен быть вот такой побег. Один. Вот. А с него уже почки будут стартовать в разные стороны. Вот это лишнее. Вот это тоже уберем. Ну и как это выглядит сейчас? Неконечный результат. Неконечный. Продолжаю работать, друзья. И, конечно, попозже покажу, что же все-таки я оставлю. Раз я уже показываю все нездоровые побеги, неправильные формы. Вот я здесь хочу обратить внимание, как я выстригаю, да, красиво. Здесь побег. Вот я его, конечно, уже обрезала с нескольких сторон. Ну, смотри, вот он рос таким образом. Сюда я его обрезала. Сверху две почки стартанули. Им пошло много питания и влаги. И они стали расти вверх. Но не просто вверх и в сторону. А через ствол. Вот он вверх идет, побег. И там далеко заканчивается с той стороны. Вот это я буду убирать. Не здесь, не здесь, а вот прямо у прививочки. Это привитая форма и вы козьей. Вот такой вот, видите, результат получился. Нужно проверять обязательно. Бег здесь уже и муравьи подточили, еще какие-то насекомые. Необходимо убрать. Ничего хорошего, здорового не получится. Я, конечно, обрезала его как положено. Но всего я его выпилю вот таким образом. Вот сюда. Ну вот, друзья, пока пришла вторая часть обрезки, пошел снег. Вот так всегда. Ну ладно, сейчас быстренько закончим. КОНЕЦ Вот что в итоге у меня получилось. Начинала обрезку при солнечной погоде, а закончила ее при снеге. Пошел снег небольшой. Красиво кружит, летает. Эти беленькие снежинки. В общем, стало очень сказочно в саду. Вот так выглядит моя Ива. Совершенно не похожа на себя, не похожа на Иву. Она кардинально изменилась. Я убрала процентов 80 ее кроны. И сразу хочу отметить такой момент, что данная Ива, козья пендула, на штамбе не относится к разряду растений малоуходных. Она больше относится к растениям многоуходных. Почему? Потому что это форма Ивы, которая привита на штамб. И штамб не так быстро утолщается, как разрастается сверху крона. Крона с невероятной скоростью растет. Она загущается. Огромное количество побегов. И это говорит о том, что ее надо обрезать. И даже не раз за сезон, а два как минимум. Потому что загущается. Соответственно, она может плохо проветриваться. Она может болеть и поражаться разными вредителями. Плюс побеги, которые я вам сегодня показала, могут обвить крону по кругу и задушить себя. Они переплетаются. Они срастаются между собой. И не ровненько, параллельно, окрестно, окрестно. Это не совсем хорошо для Ивы. Соответственно, это многоуходное растение. Поэтому думайте, прежде чем ее себе посадить. Как я обрезала? Смотрите, фонтанообразно. И не все побеги обрезала на кончиках. Лишь некоторые, которые подмерзли. И старалась делать обрезку на наружную почку. Соответственно, чтобы, опять-таки, крона утолщалась. А не загущалась, не шла внутрь. Вот таким образом я шла. И все равно получилось, что с одной стороны более густая крона. Ну что ж. Что ж поделать. Много пришлось вырезать. Много свободного сейчас места. И моя Ива будет выглядеть абсолютно по-новому. Абсолютно по-другому. Буду показывать. Буду рассказывать про эту Иву. Ну вот так она выглядит, друзья. Сегодня. Сделала огромную работу за несколько дней. Ну, я довольна результатом. Всем желаю хорошего дня. Отличного настроения. И до встречи.